Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий Степанов. Я являюсь политическим активистом с недавних пор, с августа месяца этого года, и кандидатом в члены партии Парнас, РП Парнас. Я опубликовал несколько блогов на различных площадках на тему предстоящих нам событий, того, как будут они развиваться. Соответственно, последовало большое количество вопросов, в основном в Фейсбуке, ну и в комментариях, на которые я ответил и продолжаю отвечать. Но считаю необходимым также ответить на основные вопросы в формате вот такой видеозаписи. И сегодня я хотел бы ответить на три основных вопроса. Значит, первый вопрос – это что, собственно говоря, сегодня происходит у нас с экономикой, и чем вызвано то, что происходит. Второй – как будет развиваться ситуация в экономической сфере. И третий – какие это вызовет политические последствия, и что в связи с этим должны делать политически активные граждане или политические активисты. Хотел бы сразу сказать, что эта видеозапись не адресована к пассивным наблюдателям исторических событий, она адресована к тем, кто хочет что-то сделать, хочет предпринять какие-то действия для изменения ситуации к лучшему. Но не знает, что именно сделать. Вот к ним я хотел бы в первую очередь адресовать свое выступление. Значит, итак, что у нас происходит в экономике? В экономике у нас происходит экономический кризис. Прошу прощения за тавтологию. Симптомами этого кризиса является девальвация рубля уже почти в два раза. Симптомами этого кризиса является рост цен, который уже начался. И очень важным симптомом кризиса является утрата понимания перспектив развития ситуации у большинства и обычных граждан, и экономических субъектов, и бизнесменов. То есть давляющее большинство людей не понимает, в какую сторону развивается ситуация, и к чему это приведет. Это такие симптомы экономического кризиса. Значит, какие причины вызвали этот кризис? На мой взгляд, есть три фундаментальные, можно их в кавычке так сказать, старые причины, которые были раньше. И сейчас появилось три новых фундаментальных причины этого кризиса. Значит, к старым относятся, я сначала хотел бы перечислить их по порядку, а потом раскрыть каждую из них в отдельности. Значит, к старым относятся, первое, это отсутствие института частной собственности на средства производства у нас в России. Второе, это монополизация экономики и значительные ее части. И третье, это низкая эффективность и переходящая уже в частичную недееспособность государственных институтов, которые также сказываются на экономике. Вот это три причины, которые были раньше. К ним добавились три новые причины. Первая причина – это санкции, наложенные на нас, западными странами. Вторая причина – это падение цен на нефть. И третья причина, которая появилась буквально вот на этой неделе в связи с финансовым, так сказать, крахом рубля. Несмотря на последующий его отскок и коррекцию в сторону укрепления, тем не менее появилась новая причина, которая, можно ее так сказать, что недоверие бизнеса к власти. То есть раньше это было в какой-то мере доверие, сейчас его стало значительно меньше. Об этом все говорят. Теперь хотел бы раскрыть все эти шесть причин более подробно, чтобы на них остановиться. Отсутствие института частной собственности. В чем это выражается? Формально, конечно, частная собственность на средства производства есть, но это формально. А реально, значит, может быть два варианта. Либо у бизнесменов, у собственников каких-то бизнесов, компаний, предприятий есть ощущение того, что это собственность их и то, что она защищена. Либо такого ощущения нет. Значит, в связи с некоторыми действиями со стороны представителей власти, таких как отъем компании ЮКОС, таких как отъем компании Евросеть, таких как отъем сети ВКонтакте, таких как отъем компании Башнефть, вот недавно, да, значит, у подавляющего большинства бизнесменов ощущение того, что эти бизнесы принадлежат им и они защищены, такого ощущения нет. Соответственно, это приводит к тому, что желание инвестировать в российскую экономику, в развитие своих бизнесов, оно не очень активно проявляется. А наоборот, проявляется более активное желание выводить капиталы за границу, да, здесь, значит, брать в банках кредиты, а прибыли выводить за рубеж. Это очень сильно ухудшает инвестиционный климат. Вот это вот первая такая комплексная причина. Вторая комплексная и такая структурная причина – это монополизация экономики. Значит, по разным оценкам сейчас от 50 до 55% российской экономики находится в состоянии, так сказать, в виде крупных монополий. Да, это таких компаний, как «Газпром», «Роснефть», там, «Сбербанк», «ВТБ», ну и все остальные, там, объединенная судостроительная корпорация, объединенная авиастроительная корпорация, «Россети», прочее, прочее, прочее. «РЖД». Значит, в чем проблема этих монополий, значит, основная проблема в том, что, значит, в них во всех контрольный пакет акций находится у государства, или, там, блокирующий пакет, да, и менеджмент назначается не по принципу эффективности выполнения им своих функций, связанных с управлением, да, когда даже в крупных, например, западных компаниях, да, исполнительные директора назначаются советом акционеров. И критерием этого назначения, снятия с должности является эффективность выполнения им своих функций. Значит, у нас ситуация другая. У нас назначаются управленцы этих корпораций, значит, по принципу лояльности к представителям власти. Соответственно, требований к высшему руководству этих корпораций по эффективности их деятельности практически не ставятся. Соответственно, поскольку к ним таких требований не ставится, они не ставят такие требования к нижестоящему, да, уровню управления. И в связи с этим вся структура управления этих монополий неэффективна, да, Это проявляется, во-первых, в том, что, как мы знаем, подавляющее большинство топ-менеджеров не ратируется, то есть как уважаемый Миллер был директором «Газпрома» или президентом уже сколько он лет, так он и остается. И с остальными топ-менеджерами крупных корпораций такая же история. Также это проявляется в этике, которая присутствует внутри этих корпораций. Это отсутствие приверженности общему делу и болотно-препрыжистый стиль управления, болотно-препрыжистый стиль корпоративной культуры. Когда люди сидят в каком-то болоте, никакой активной деятельности нет, потом раз в 2-3 месяца им прилетает импульс сверху, что нужно срочно отскочить, куда-то побежать, что-то сделать. Там вся корпорация усиленно работает над тем, чтобы какое-то одно письмо написать. В результате это письмо пишется, отправляется, все успокаивается, и люди продолжают дальше сидеть в этом болоте. То есть в целом эффективность очень низкая. Это вторая структурная проблема. И третье это в целом низкая дееспособность государственных институтов. Это связано с отсутствием политической конкуренции, то есть политической системой, которая, по сути дела, не представляет из себя какой-то. Отсутствует политическая борьба, отсутствует политическая конкуренция. Значит, в связи с этим госаппарат не находится под контролем общества совершенно. И он в связи с этим пухнет, увеличивается в объемах, значит, неэффективных чиновников за пределы системы не выводятся они, они все равно остаются в системе, какими бы неэффективными они ни были. Плюс плодятся и размножаются всевозможные регламенты, процедуры. То есть происходит такое жесткое забюрокрачивание системы, да, и в связи с этим она теряет свою, как бы, дееспособность, теряет способность выполнять свои функции, да. То есть становится, ну, как бы, институт ради института. То есть не для того, чтобы приносить какую-то пользу обществу, да, для того, чтобы, ну, там, существует, как этот, даже не могу правильную мысль сформулировать, подчиняет, короче, себе обществу, вместо того, чтобы самому служить обществу. Вот. Это вот такие были структурные проблемы, которые, собственно говоря, обусловили в значительной степени вхождение нашей экономики в тот кризис, в котором мы сейчас находимся. Да, спасибо. Теперь в этом году в связи с спорной внешней политикой, которую проводит российское руководство, значит, появилось три новых проблемы, да, то есть западные страны отреагировали на нашу политику в отношении Украины, на, там, можно разными словами называть аннексию или присоединение Крыма, кому как угодно, как бы, разница от этого не меняется, значит, и на действия по поддержке сепаратистских настроений на юго-востоке Украины. Значит, тоже можно как угодно оценивать это, там, были ли, была ли там угроза для русскоязычного населения или не было там этой угрозы, да, нужно ли, испугались ли там люди то, что их лишат, там, их привычных благ, или не испугались, это не имеет сейчас большого значения, имеет значение то, что мировое сообщество восприняло такие действия со стороны руководства России, как нарушение имеющих место правил игры и попытку пересмотреть, там, итоги Второй мировой войны, по сути говоря, потому что до этого границы в Европе, ну, начиная с 45-го года, в одностороннем порядке одной страной не менялись без, там, согласия других стран. Соответственно, это вызвало первое, значит, санкции, которые сначала там показались несущественными, но на самом деле вылились в фотострофическую совершенно для экономики ситуацию, потому что сейчас российские компании, крупные российские заемщики, им закрыт доступ к рынку капиталов, и это был один из ключевых факторов роста в предыдущие годы, да, внешней инвестиции, да, в виде заемных средств, когда корпорации занимали, вот, достаточно низкий процент валюту, ну, и, как бы, деньги у западных банков, соответственно, эти деньги инвестировали там в свое развитие какое-то, потом занимали новые деньги, за счет этих денег рефинансировали старые кредиты, вот в таком режиме находились. Сейчас им доступ к новым кредитам закрыт, а старые отдавать нужно, вот, поэтому отток денег очень большой, вот в этом году там по разным оценкам около 100, наверное, миллиардов долларов российские компании отдали, и в следующем тоже где-то 130-150 миллиардов долларов они должны предыдущих своих долгов отдать, при том, что новые не получают, это вот одна составляющая. Вторая составляющая – это отсутствие прямых инвестиций, да, то есть западные инвесторы расценивают сейчас Россию как такую токсичную страну с точки зрения инвестиций, не понимают, какие перспективы у России, и, соответственно, деньги сюда не вкладывают. Это также одним из показателей этого процесса является падение фондового рынка, да, сейчас у нас РТС, индекс находится там порядка 800 пунктов, да, это примерно значение кризиса уже 2008 года, вот, то есть в 2007 он был там около 2000, да, то есть сейчас уже более чем в два раза меньше уровень нашего фондового рынка, чем был в 2007 году, 7 лет назад. Вот, это вторая. Насчет, вернее, это четвертая причина, да, насчет пятой причины – падение цен на нефть. Значит, ну, тут тоже можно по-разному как бы на это смотреть, там объективные это предпосылки к этому есть, или субъективные предпосылки, но многие, наверное, делают, могут сделать аналогию с концом 80-х годов, когда Советский Союз входил в финальную стадию своего исторического цикла, вот, соответственно, одной из ключевых причин, помимо неэффективности, собственно говоря, госинститутов, стало падение цен на нефть, что ускорило этот процесс. Значит, сегодня мы входим опять в такую ситуацию, да, что цены по, там, объективным или субъективным причинам на нефть упали, и это снижает, значит, количество приток денег от экспорта нефти и газа, и, соответственно, создает дополнительные трудности с исполнением, там, бюджетных обязательств, да, которые на себя взял государство. Вот, третья и последняя, шестая причина, это вот буквально уже недавно она появилась, с паникой на фондовом рынке, да, с обвалом рубля, и я бы еще добавил, в связи с последними выступлениями нашего уважаемого президента, значит, Владимира Владимировича Путина, который, от которого ожидали, значит, ответа на волнующие людей вопросы, связанные с тем, что происходит, почему, как бы это происходит, какие причины, и что государство, и, там, в его лице, прежде всего, да, и правительство, и Центробанк планируют дело для того, чтобы из этой ситуации выйти. Значит, такие ожидания у общества однозначно были. Не в ходе своего послания к федеральному собранию, не в ходе последующей пресс-конференции, он на эти вопросы, к сожалению, не ответил. Не ответил. То есть он сказал, что было сделано все правильно и будет продолжаться в таком же ключе. Но как это все правильно, если вот к таким проблемам пришли, да, то есть... Соответственно, из этого можно предположить, что никаких мер по решению актуальных проблем, которые я озвучил, можно, кстати, я не претендую на истину в последней инстанции, может быть, кто-то еще к тем проблемам, которые я перечислил, добавит какие-то новые, то есть какие-то дополнительные. Я не исключаю, как бы, что еще могут быть просто... Я назвал те, которые, мне кажется, наиболее такими актуальными, наиболее значимыми. Вот. Ну, сюда же коррупцию можно отнести, кстати. Это относится к проблеме, связанной, к третьей проблеме, связанной с низкой дееспособностью госинститутов, да, когда они, их штаты раздуты, они забюрокрачены и также присутствуют на ментальном уровне, да, коррупция, да, потому что чиновники считают, что это в этом ничего плохого нет, да, детей в Лондоне надо кормить как-то, и поэтому вот так вот они действуют, да. То есть это ментальная такая проблема. Вот. Это я сейчас, как бы, закончил первый блок вопросов, связанный с тем, что сейчас происходит, да. Теперь, к чему это приведет в дальнейшем. Ну, здесь я достаточно кратко, как бы, да, давайте вам расскажу. Есть те, кто считает, что будущее не определено, может быть, очень много вариантов развития ситуации, поэтому сейчас что-то прогнозировать смысла нет. Значит, я с таким мнением категорически не согласен, но считаю, что прогнозировать более чем возможно. В принципе, есть таких два базовых прогноза на этот счет. Значит, первый прогноз о том, что нынешнее руководство и управленческая команда, что главец Владимир Владимировичем Путином справятся с текущей ситуацией, справятся с экономическими проблемами, смогут вывести страну из экономического кризиса. И второй прогноз базовый о том, что они не справятся, не смогут этого сделать. То есть этот кризис будет идти до упора, до дна, на котором уже будет настолько все плохо, что все будут понимать, что изменения просто неизбежны. И изменения неизбежны без кадровых решений на самом высоком уровне. Значит, какого мнения придерживаюсь я? Из того, что я сказал ранее, из анализа причин происходящих событий, и из того, что президент в своем послании, в своей пресс-конференции эти причины не озвучил, не признал никаких ошибок своих, сделанных в предыдущие периоды, я могу сделать лучше, что эти проблемы решаться не будут. А без их решения выход страны из кризиса не представляется крайне затруднительным. Поэтому я исхожу из базового прогноза о том, что власть не справится с экономическим кризисом. Значит, что в связи с этим будет происходить? В связи с этим будет происходить углубление тех тенденций, которые мы наблюдаем сейчас. Это рост инфляции, дальнейшая девальвация рубля, рост безработицы, катастрофический инвестиционный климат и массовая депрессия. Отсутствие у людей понимания перспектив. Значит, это все в какой-то момент вызовет, ну, это будет создаваться негатив, накапливаться, да, и это вылится в рост протестных настроений. И приведет, соответственно, к политическому кризису. Как этот будет политический кризис выглядеть? Значит, поскольку создан достаточно мощный репрессивный аппарат и уже проведена большая работа по превентированию цветных революций здесь в России, то на первом этапе, я полагаю, что Майдан, которого многие, наверное, ожидают, невозможно. Потому что, если люди попытаются его устроить, вот, ну, как бы на первом этапе, так сказать, да, политического кризиса, его просто расконят, там, кого-то посадят, кого-то там побьют, и, собственно говоря, этот вопрос в такой форме будет. Но, поскольку напряженность будет накапливаться, она будет пробивать в разных местах. То есть, территориально, будут такие, постоянно возникающие территориально распределенные очаги нестабильности. Там, в разных регионах страны, значит, по разным поводам, там, где-то на национальной почве, где-то на почве, там, трудовых отношений, трудовые конфликты, да, где-то какие-то непредвиденные ситуации, то есть, где-то какой-то милиционер, там, собьет бабушку или еще что-то, в таком ключе, там, ну, не милиционер, сейчас уже полицейский, да. Вот, но, собственно говоря, вот эти очаги нестабильности будут возникать. Значит, у вас их будет пытаться тушить, гасить, но безуспешно. Значит, на базе одного, на месте одного потушенного пожара будет возникать два-три новых. Значит, параллельно с этим в крупных городах, значит, вот этот негатив, поскольку его, как бы, нелегальные способы разрядки этого негатива будут жестко пресекаться, он будет искать себе выход в легальной плоскости. А легальная плоскость – это, собственно говоря, митинговая активность, да. Поэтому я прогнозирую, что уже, наверное, где-то с весны, примерно, может быть, с лета начнут проходить массовые митинги в крупных городах, там, не так, как раньше, там, 50 тысяч, а 200-300 тысяч, и регулярно, каждую неделю, с требованием отставки всей управленческой команды вместе с президентом. Естественно, что власть не будет к этим прислушиваться на первом этапе требованием, да, будет делать вид, что ничего не происходит, но эти требования будут нарастать и усиливаться. Соответственно, в какой-то момент нижние и средние этажи власти, на нижних и средних этажах власти, начнет складываться неверие в способность высшего руководства страны обеспечивать стабильность в долгосрочной перспективе. Начнет складываться понимание, что изменения неизбежны. И, поскольку действующая власть эти изменения обеспечить не в состоянии, не способна, соответственно, начнет появляться вера в возможность прихода к власти оппозиции. Что, в свою очередь, вызовет приток в ряды оппозиции большого количества пассионарных сторонников, в том числе и тех, которые сейчас работают в государственных службах, включая сотрудников правоохранительных органов, сотрудников спецслужб, вооруженных сил, министерств и ведомств, и просто неравнодушных пассионарных граждан. В ходе этого процесса, безусловно, появятся новые лидеры. Начнет формироваться такая мощная, сплоченная политическая сила, которая будет способна принять и удержать власть. Теперь о способах изменений. То есть в какой-то момент будет сложиться понимание того, что изменения неизбежны. Какие есть методы достижения изменений? Я сейчас не буду приближаться, так сказать, к экстремистской плоскости этого вопроса, и рассматривать какие-то немирные способы изменений, даже в теоретической плоскости. Оставим это за кадром. Я хотел бы рассмотреть все возможные варианты изменений мирным путем. Таких вариантов изменений, на мой взгляд, три возможных. Это первое, выборы. Второе, это дворцовый переворот. И третье, это договоренность между лидерами оппозиции и властью о передаче власти в обмен на гарантии личной безопасности. Таких видится три способа. Других, мне кажется, нет никаких. Значит, рассмотрим каждый из них более подробно. Выборы. Если коллапс экономики произойдет как раз во время выборов, а выборы у нас ближайшие, это конец 2016 года, то да, выборы смогут быть путем достижения этих изменений. Но это при условии того, что власть может эту ситуацию еще протянуть до конца 2016 года. Это два года еще, да. Мне представляется, вот с учетом динамики развития экономической ситуации, что двух лет уже нет. Скорее всего, есть там, может быть, максимум полгода. Ну, потом уже вот этот процесс начнет входить в такое, как бы, состояние карточного домика, который рушится. Вот, поэтому именно путем выборов мне представляется маловероятным достижение изменений. Значит, следующий вариант. Это дворцовый переворот. По имеющимся данным из разных источников, значит, близких ко двору. Созданная система, как бы, одним из элементов этой системы, настроек этой системы, да, является предупрещение как раз этой возможности дворцовых переворотов. Поэтому дворцовый переворот, мне представляется, невозможным. Невозможным. И даже если бы он был возможен, то та сила, которая бы пришла в ходе дворцового переворота, тот политик, который бы стал исполняющим обязанности, ну, допустим, я не знаю, кто это там может быть, Медведев, ну, Шойгу, там, другого-то, да, Сечин, там, Иванов, допустим, да, они, любой из этих политиков, он не сможет удержать ситуацию. То есть нужно менять курс кардинально, а людей, которые были бы способны этот курс менять, нету по власти. Поэтому даже если бы дворцовый переворот произошел, все равно бы эта ситуация никак не изменила, она бы продолжала, как бы, вот так вот развиваться. Вот и остается последний вариант мирных изменений, это договоренность о передаче власти в обмен на гарантию безопасности. Значит, так этот вариант многим, кто сейчас находится либо в парадигме стабильности, либо там в парадигме разочарования какого-то там, да, он представляется маловероятно. Мне он представляется не только вероятно и возможно, мне он представляется при истечении определенных обстоятельств именно эффективной и правильной работы оппозиции неизбежным. Этот вариант будет неизбежным, потому что каких-то радикальных вариантов никто не хочет, потому что в случае развития радикальных сценариев мы столкнемся с совершенно непредсказуемыми последствиями, да, и этого никто не хочет. А из легальных вариантов это единственный возможный. Поэтому общество в какой-то момент придет к осознанию того, что этот вариант единственный из возможных, согласиться с ним, и он будет осуществлен. Это что касается прогноза развития ситуации. Теперь третий такой блок вопросов, это что нужно сейчас, возможно, и нужно делать представителям оппозиции. Значит, мне представляется, что есть сейчас три возможных пути действий для каждого политического активиста или гражданского активиста, можно как угодно называть, для каждого члена оппозиционного движения или просто неравнодушного человека, да, значит, три возможных пути. Первый путь – это движение ради движения, а не ради результата. Ну, в народе называется движуха ради движухи. Второй вариант – это движение ради достижения результата не мирным путем. Это радикальный экстремистский путь. И третий – это движение ради достижения результата мирным путем. Лично я нахожусь и двигаюсь по третьему пути. То есть я стремлюсь к достижению изменений мирным путем. В то же время я вижу, что подавляющее большинство оппозиционно настроенных людей продолжают двигаться по первому пути. То есть создают движение ради движения. Почему так происходит? Значит, потому что, на мой взгляд, инертность, ну, психология человека, да, связана с инертностью его сознания. Когда происходят какие-то изменения в окружающей среде, требуется определенное время на то, чтобы эти изменения отрефлексировать. И у кого-то это время, ну, осознать, грубо говоря, и перестроить свое сознание, да, в связи с адаптировать его к новой ситуации. У кого-то этот период, там, занимает несколько дней, у кого-то несколько месяцев, у кого-то до последнего, да, уже пока окончательно не произойдут изменения, человек будет отказываться в них верить. Вот, поэтому вот эта психологическая особенность, значит, обуславливает тот факт, что подавляющее большинство еще находится в состоянии такого бронуновского движения, да, и движения ради движения, не ради результата. Вот. Но наиболее, вот я уже по опыту общения знаю, что наиболее, как бы, такой высокий интеллектуальный сегмент и включающий, прежде всего, средний возрастной сегмент оппозиционеров, то есть, ну, тем, кому там меньше, допустим, 40 лет, или меньше 50 лет. И при этом они, как бы, на более верхнем таком интеллектуальном уровне относительно, как бы, да, общего находятся. Вот, они уже эту ситуацию отрефлексировали, то есть, поднялись на такой уровень понимания этой ситуации и встали на вот этот третий путь действий, движения ради достижения результата мирным путем. Соответственно, невозможно двигаться вперед, не выбрав путь. Для того, чтобы двигаться вперед, нужно сначала определить путь, которым мы идем. Поэтому каждый человек, который сейчас, или там чуть позже, смотрит вот эту мою запись. В первую очередь, прежде чем куда-то бежать, нужно определиться, по какому пути вы идете. Вы идете по пути движения ради движения, вы идете по пути движения ради достижения результата немирным путем, или вы идете по пути движения ради достижения результата мирным путем. Вот это первая точка. Я вас призываю к тому, чтобы вы двигались по третьему пути. По пути достижения результата мирным путем. Значит, способ этого достижения я уже озвучил в предыдущей части. Далее. Значит, нам нужно сделать так, чтобы те, кто способен на этот путь встать, из тех, кто сейчас находится на первом пути, или те, кто, может быть, даже склонен ко второму пути, просто по причине того, что отсутствует у него видение третьего. Да, вот мы этих людей должны им помочь тоже встать на третий путь. То есть, мы очень свое, так сказать, расшарить свое сознание в плане осознания вот этих вот базовых таких вещей. Вот. И дальше, значит, мы должны консолидировать здоровые оппозиционные силы на базе этого пути, то есть, идя по этому пути. Вот, кстати говоря, у многих есть такое, как бы, ретроспективное сознание, которое заключается в том, что люди смотрят в прошлое, видят там, вспоминают там неудачный опыт КСО, то есть, координационного совета оппозиции, который был там в 11-12 годах, который прекратил свое существование, там, по объективным историческим причинам. Вот. Они смотрят на это и говорят, ну, как же может оппозиция консолидироваться, ведь она уже имеет негативный опыт неудачи в этом деле. Я вам точно могу сказать, что те, кто находятся на первом пути, консолидироваться не смогут. Те, кто создают движение ради движения, никакой консолидации произойти у них быть не может. То, что они не двигаются целенаправленно вперед, они топчутся на месте, создают движуху ради движения. Если в предыдущие годы, в предыдущие периоды, может быть, даже месяцы, это имело смысл и было оправдано с точки зрения того, что они просто защищали либеральные ценности, например, или какие-то левые социалистические ценности, или националистические ценности, то есть, как бы, это имело смысл с точки зрения защиты ценностей, то теперь пришло время перестроиться с какого-то головного движения на целенаправленное движение для достижения результата. И те, кто продолжает сознательно упорствовать в этом пути, они, по сути дела, становятся невостребованным историческим процессом. А те, кто способен встать на этот путь и двигаться по пути достижения результата мирным путем, это будет новая движущая сила. Эти люди будут новой движущей силой истории. Это уже и есть именно так. Поэтому консолидация оппозиционных сил может произойти только на базе общей цели. А эта общая цель может быть только достижение изменений мирным путем. Вот, на этом я, наверное, хотел бы закончить сегодня первое выступление свое в формате вот такой видеозаписи. Надеюсь, оно будет не последнее. И по мере актуализации события я буду с новыми обращениями выступать. Хотел бы еще сказать, что наше дело правое. Мы обязательно победим, несмотря на все трудности, несмотря на все препятствия, которые нам будут чинить наши оппоненты. Наша победа неизбежна. Спасибо. 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 Продолжение следует...